Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по трансформации акционерных обществ Узбекистан Airways и Узбекистан Airports. Репортаж программы. Как известно, в соответствии с указом президента у 27 ноября 2018 года на базе национальной авиакомпании Узбекистан Хаваю Лары были созданы две акционерные компании Узбекистан Airways и Узбекистан Airports. В процессе структурных преобразований, проводимых сегодня в отечественной экономике, запланировано осуществить трансформацию и этих компаний. Вместе с тем, сложная экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса, требует совершенствования авиационной отрасли. Основной упор при трансформации отечественных авиакомпаний делается на повышение экономической эффективности. К примеру, ожидается сокращение расходов Узбекистан Airways на 46,5 миллиона долларов. Для этого компания и структурные организации планируют оптимизировать рабочие места, вывести из эксплуатации 12 неиспользуемых самолетов, снизить комиссию агентов по продаже авиабилетов за границу с 9 до 5 процентов. Эти меры, как ожидается, позволят увеличить доходы на 40 миллионов долларов в год. Планируется введение чартерных рейсов по востребованным направлениям и грузоперевозок по новым маршрутам, возможности онлайн-регистрации и выбора мест на всех внутренних рейсах. В соответствии с новой бизнес-стратегией планируется перейти на гибридную модель обслуживания, согласно которой часть полетов будет осуществляться по принципу полного сервиса, часть по принципу лоукостера. На направлениях, не пользующихся высоким спросом, будет отменен бизнес-класс с увеличением посадочных мест классом ниже. Начиная с третьего квартала текущего года планируется налаживание низкобюджетных рейсов на четырех самолетах Airbus A320. Для развития дальнемагистральных направлений намечено взять в лизинг три лайнера Airbus A321 Neo LR. Увеличить количество внутренних рейсов с нынешних 17 до 49 в неделю. В целях повышения удобства пассажиров планируется цифровизировать отрасль, включая внедрение системы онлайн-обслуживания Airalabs и CRM-комплекса для управления работой с клиентами. Также разработан ряд мер по повышению эффективности акционерного общества Узбекистан Airports. Сегодня в компанию входят 11 аэропортов, каждый из которых осуществляет самостоятельную деятельность. Согласно презентации, эти аэропорты предлагается объединить под управление единого руководящего органа. В целях повышения финансовой устойчивости, исходя из международного опыта, планируется снизить затраты с 32 до 15 процентов, оптимизировать закупку, снизить аэропортовый сбор на 27 процентов, в том числе до 50 процентов в рамках паломнического туризма. Особое внимание уделено вопросу увеличения доходов. В частности, планируется увеличить выручку от торговли и услуг за счет строительства грузового терминала в международном аэропорту Ташкент, увеличение транзита между Европой и Восточной Азией, расширение площади аэровокзала. Глава государства дал указания касательно развития инфраструктуры аэропортов, наращивания объемов пассажирских и грузовых перевозок, организации в региональных аэропортах, услуг кеттеринга. Сегодня был презентован ход работы по трансформации авиационного сектора, то есть это процедура трансформации Узбекистан Аэрпорт и Узбекистан Эйрфейс. В первую очередь было показано, на какой стадии идет трансформация. Были доложены процедурные реформы, проводимые новым руководителем Акционерного общества Узбекистан Аэрпорт, в части реформы Акционерного общества Узбекистана Air Force, а также проводимые работы в Узбекистан Airways. На сегодняшний день Узбекистан Airways необходимо много проделать в данной отрасли. В первую очередь, это увеличить мобильность населения у Республики Узбекистана, то есть дать к их спросу предложение перетранспортировки путем авиасообщений. В первую очередь было указано со стороны президента увеличение частот, увеличение рейсов внутри Республики, то есть предоставить населению больше передвигаться авиасообщениями. До 1 апреля, если в неделю было до 17 рейсов внутри Республики, то сегодня с летнего сезона около 50 рейсов начато авиасообщение внутри Республики. То есть это город Ташкент соединен с долиной, с Термезом, с Нукусом, с Ургенчем, с центральной частью Республики Узбекистан. Также прорабатывается вопрос, согласно поручению президента, это открытие нового авиакомпании путем использования малофузеляжных самолетов, вместимостью до 80-90 пассажиров на один борт. Очень важная задача для нас – обновление аэропорта Ташкента. Действительно у нас запланированы и на этот год, и на 2022 год программа реконструкции аэробокзала. Мы его увеличиваем по пропускной способности в два раза. Увеличиваем зону для анеавиационной деятельности, увеличиваем зоны для отдыха пассажиров, общественное питание, зоны ожидания пассажиров. И, конечно, обеспечим нормальный доступ на вылет и на прилет. Кроме этого, мы планируем в аэропорту построить новый грузовой терминал, чтобы поддержать те темпы роста грузовых перевозок, которые сейчас есть в аэропорту Ташкента. Но основной из важных задач, которые мы ставим для себя в этом году, это внедрение технологий, которые просто необходимы для того, чтобы поддержать уже такой темп роста. Шавкат Миронович поддержал все наши планы, поддержал все просьбы.